День Нептуна У меня моя история, моего Нептуна началась в семилетнем возрасте. И я с детской позиции смотрю на этот праздник. И когда мы их сочиняем, эти праздники, мы идем вот как раз от детей, от того, что им нравится. А что нравится детям летом? Много солнца, много воды, много веселья. Солнце, воздух и вода – главный лозунг советского летнего отдыха активно используют и в работе всех современных детских лагерей. Жизнь по строгому распорядку и пятиразовое питание. Мне очень нравится в этом лагере то, что здесь можно заняться спортом, вкусно покушать, отдохнуть. И главное – показать свой талант. В культурной части отдыха задействованы все. Дети готовят номера, вожатые – веселые конкурсы. Все для того, чтобы пребывание в лагере было максимально интересным. Вожатые у нас особенные. Они к нам приезжают уже более 15 лет. Весь зимний период они готовятся, чтобы именно яркими прийти сюда, чтобы вот именно вложить доброту, душевность нашим детям. Традиции, пришедшие из советского детства, и сегодня живы. Но шутить тогда на эту тему было небезопасно. Самую знаменитую картину о летнем лагере «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» хотели запретить еще на этапе сценария. Цензоры Госкино усмотрели в фильме Элена Климова социальную сатиру на хрущевскую эпоху и страну в целом. Бодры надо говорить бодрее. А веселые как? Веселее. Самодур-директор, доносы, нескончаемая демагогия. Привычные для советского быта вещи, которые, впрочем, не смогли перечеркнуть радости детства. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг, какие вам корпуса понастроили. Первые детские лагеря для школьников действительно располагались в палатках. Они появились в 1922 году вместе с рождением пионерской организации. Детей из города вывозили на лето в деревню. Пожить на природе и заодно привлечь в ряды пионерской организации юных сельчан. Создали в деревне пионерский отряд, открыли клуб, научили грамоте сколько? 12 человек! Со временем началось повсеместное строительство стационарных детских лагерей отдыха. Деревянные бараки с удобствами во дворе и дворцы на берегу моря, скромные летние домики и просторные типовые корпуса. Условия проживания детей зависели от предприятия, на котором работали родители. Мне в такой лагерь путевочку достали? Какой? В Гренаду. И мне в Гренаду. А где тебя достали? Мне не достали, мне дали. Как это? За примерное поведение и отличную учебу. Лагеря были частью государственной социальной программы. Но если попасть в обычный пионерский лагерь мог любой, то в такие, как Артек или Орленок, только дети-отличники, победители Олимпиад и спортивных состязаний. Одним словом, лучшие из лучших. Именно сюда приезжали Юрий Гагарин, Фидель Кастро или девочка Саманта Смит из далекой Америки, которая попыталась растопить сердца лидеров США и СССР в годы Холодной войны. I love you, Артек. Жизнь в лагере шла по строгому расписанию. Утро начинается с побудки под пионерский горн, затем зарядка и линейка, днем тихий час, а в 10 вечера – отбой. Каждый день тщательно планировался администрации и вожатами. Опять опаздываешь, Сидор? Пора начинать, а тебе нет. Я в образ ходил. Спортивные игры, кружки, походы, экскурсии и обязательный общественно полезный труд. Прополка грядок, сбор урожая. Мы едем с вами в соседний колхоз. Вас пошлют на капусту. Работа нетрудная, но требует внимания и аккуратности. От вашего труда зависит урожай, ценные культуры. Лучший отряд на капусте получит сегодня за обедом двойную порцию консервированного компота из вишен. Поздний вечер, отбой после длинного дня, но для энергичных пионеров наступала особая жизнь. Попытки забежать в чужую комнату, в трошилки на ночь. Для многих детей лагерь оставался любимым временем пионерского детства. На прощание плакали, обещали писать друг другу письма и вспоминали об этом в традиционном сочинении «Как я провел лето». Отдых может стать особенным, как на песчаной косе Балтийского моря, где каждое лето работают три смены специального палаточного лагеря. В нем навыком выживания в суровых условиях учатся спортсмены-самбисты. В 2019 году мы взяли путевки в какой-то из калининградских лагерей, но случилась пандемия. Решили попробовать выехать с палатками. Вот сюда, на Балтийскую косу, дети выживают, получают опыт походной жизни. И, знаете, после каждой поездки они становятся самостателем. Родители просто это отмечают. Говорят, у меня ребенок там умеет мыть посуду. В этом лагере дети задействованы наравне со взрослыми. Есть свой помощник повара, костровой, сборщики шишек. Яшишкарь, шишки мы собираем. Высыпаем, а потом, когда холодно, жмем костер с помощью них. Мы зовем Нептуна в гости, сайский сайя проведем! Ну а даже холодное Балтийское море не повод отказываться от дня Нептуна. Ведь, как известно, лето – это маленькая жизнь, которая остается самым ярким временем в году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова